Азбука ЖКХ О санитарной рубке зеленых насаждений Смотрите в программе. Другая сторона медали. Почему деревья могут быть опасными? Некоторые деревья представляют просто угрозу. Я больше всего боюсь, когда шквалистый ветер и когда львы и дожди. Все может быть, понимаете? Кто следит за состоянием городских зеленых насаждений? Ежегодно, два раза в год проводится объезд всех красных линий территории города Ставрополя. Деревом больше, деревом меньше. Что появится на месте пеньков? Очень красиво. Может быть, новые посадят вместо этих сухих? Город с высоты. Оцениваем масштабы работы. Вид захватывающий. Здесь достаточно высоко. И добиваемся результата. Ставрополь не зря считается одним из самых зеленых городов России. Может быть, поэтому здесь и дышится легко. Парки и скверы, клумбы и газоны. Если посмотреть на город с высоты птичьего полета, масштабы зеленых насаждений поражают воображение. Правда, далеко не всегда это приносит радость жителям. Многие деревья были посажены десятки лет назад. И сейчас раскидистые кроны старых великанов представляют угрозу. Ветер и дождь могут запросто сломать хрупкие ветви. Под зелеными завалами могут оказаться машины, объекты инфраструктуры и даже люди. Дерево, которое может упасть, видно заранее. Но не всегда жильцы могут спелить его своими силами. Мария Маяковна живет в этом доме со дня постройки. И помнит растущие во дворе деревья еще саженцами. Но сейчас, почти полвека спустя, они стали настоящей головной болью для обитателей пятиэтажки. Сухие ветки постоянно грозят упасть на голову прохожим и пропаркованные автомобили. Ну, у нас какие проблемы? Во-первых, уже много сухостоев, много сломанных сухов лежат между деревьями. А одно дерево за моей спиной, от теплоузла, уже отвалилось. Оно просто на коре держится, понимаете? Ну, хорошо, что она не упала. Не на газовую трубу. Я говорю, правильно, давайте будем ожидать, пока кого-то убьет. Особенно, конечно, дети там лазают по горе, взрослые по горе не лазают. Некоторые деревья представляют просто угрозу. Я больше всего боюсь, когда шквалистый ветер и когда ливневые дожди. Все может быть, понимаете? Повалится дерево, и балконы могут быть разрушены. Вот если вы сушняку берете и немножко, ну, косметическую обрезку деревьев, верхушек, нам деревья не нужно пилить. И этот двор в Ставрополе далеко не единственный. Куда обратиться, чтобы устранить опасное зеленое насаждение? Мы решили разобраться в этом вопросе и обратились к специалистам. Оказалось, что Ставрополь спил сухостойных деревьев происходит в соответствии с утвержденным планом благоустройства. Ежегодно, два раза в год проводится объезд всех красных линий территории города Ставрополя. Комитетом городского хозяйства и специалистами зеленых хозяйств. Это Ставропольское городское лесничество, а также горзеленстрой. После этого составляются акты обследования, то есть деревьев сухостойных. После этого данные деревья выносятся на зеленую комиссию города Ставрополя, которые рассматриваются на зеленой комиссии, и после решения зеленой комиссии они вносятся в план мероприятий по спилу, то есть который производится планомерно. По муниципальному заданию Ставропольского городского лесничества в этом году будет спилено больше 4000 кубометров деревьев. Это примерно 1000 растений. Работа с представляющими опасность деревьев продолжается постоянно. И на спил конкретного дерева может уйти много времени. А если оно пострадало после сильного дождя и может рухнуть в любой момент? Если граждане заметили аварийно опасное дерево, обращаться в службу ЕДДС, либо в комитет городского хозяйства. Как правило, это служба ЕДДС 112, после чего эти заявки распределяются по городу Ставрополь. Если есть аварийные ситуации, либо ЧС, естественно, это делается внепланово, быстро реагируется и приводится в соответственное состояние. То есть убирается, пилится, вывозится. Если это во дворе, соответственно, обращаемся в администрацию района. Если это красная линия, то это комитет городского хозяйства. Роман работает в комитете городского хозяйства и занимается спилом деревьев уже почти 5 лет. Профессиональным взглядом может определить дерево, которое стоит спилить, и знает о сортах древесины не меньше профессионального столяра. Специальность обязывает. Просто есть древесина мягкая, есть более жесткая. Допустим, береза она более мягче, а акация она очень грубая, ее сложнее пилить. И, конечно, такая работа предполагает общение с неравнодушными горожанами. Рабочие часто сталкиваются с негативной реакцией прохожих. Многие опасаются, что такая деятельность может повредить не только эстетике, но и экологии. Бывает разное. Бывают некоторые люди подходят, говорят, спасибо, оно сухое. Некоторые в основном такие пожилые, они, допустим, против, оно бы еще постояло, но если на них уже обломки падают. Как на самом деле относятся горожане к спиленным деревьям? С этим вопросом мы обратились к прохожим. Жалко, но распиливают, наверное, для каких-то целей. Видимо, срок они свой отслужили. И чтобы их не снесло, они не упали, наверное, для этого. Положительно, и давно надо это было делать, но у нас не всегда руки доходят до этого. Благодарим, будем только благодарны этим людям. Мне очень нравится, когда зеленые деревья очень красиво. Может быть, новые посадят вместо этих сухих? Сколько всего спиливается деревьев и появятся ли на их месте новые? В этом году зеленая комиссия рассмотрит больше тысячи деревьев. Но не все они будут спилены полностью. В некоторых случаях специалисты обрезают старые или сухие ветви, а само дерево продолжает расти. Для поддержания баланса взамен спиленных растений высаживаются молодые деревца. Так в ближайшее время в Ставрополе будет посажено больше 10 тысяч новых деревьев. Как происходит спил старых деревьев и не страшно ли работать на высоте? Мы решили попробовать себя в роли сотрудников комитета городского хозяйства и оценить панораму города с высоты. Вид захватывающий, здесь достаточно высоко. И теперь я точно понимаю, зачем мне нужен шлем, страховка и, между прочим, вот такие вот наушники, чтобы не мешал шум бензопилы. Шума города практически не слышная, но это совершенно не мешает наслаждаться видами. И совсем скоро к одной уже спиленной березе присоединится вот эта, а на ее месте скоро появится новая молодая деревьев. Виды из люльки открываются впечатляюще. Но мы решили больше не отвлекать специалистов, тем более, что работы им предстоит еще много. Этот двор нам уже знаком. Сюда мы заезжали буквально несколько дней назад, и здесь было множество сухих деревьев. Старшая дома рассказывала о том, что они могут быть даже опасны. Сейчас мы можем увидеть, как от этих деревьев избавляются. Наверняка без них будет лучше. Здесь совсем скоро вместо старых сухих каштанов появятся новые молодые деревца. Впрочем, какие деревья появятся на месте спиленных и нужны ли они вообще, теперь зависят исключительно от жителей двора. Любовь уверена, что растения нужно подбирать покрепче, чтобы подольше росли и не скоро сломались. Она живет в этом доме с детства, но о спиленных ветках совсем не жалеет. Вообще не жалко. Они иногда мешали, особенно там лестница, и тяжело ходить. Особенно, когда у меня еще бабушка здесь, и по лестнице трудно спускаться, деревья прямо в лицо, поэтому это хорошо, что их убирают. За рабочими внимательно наблюдает старшая дома Мария Маякова. Ни одна сухая ветка от ее взгляда не укрылась. Список лишних деревьев составлен и утвержден. Без старых сухих ветвей этот двор стал светлее и значительно безопаснее. Но ставшие уже родными деревья ей все равно жалко. 50 лет этим деревьям, 50 лет дому. Я здесь живу со дня основания и старшая дома. Мне не безразлична, конечно, судьба этих деревьев. Мне очень жаль, конечно. Мне особенно вот за то дерево, которое упало, оно упало на живые деревья, и под тяжестью могли и те упасть, понимаете. После ледяных дождей деревья ломались, падали, высыхали. И вот теперь, я думаю, что сейчас приехала комиссия зеленая, уберут, нам все у нас будет хорошо. А сейчас, конечно, они в основном убирают сухие деревья. Это тоже хорошо. Потому что они стоят, вроде бы есть дерево, и его фактически нет, понимаете. Я очень довольна и очень благодарна всем. Итак, кто будет заниматься спилом сухостойного дерева, зависит от того, где или на оно находится. Если дерево растет вдоль дороги, иными словами, на красной линии, то этим вопросом занимается муниципалитет. Если же дерево находится во дворе жилого дома, обращаться нужно в районную администрацию. В том случае, если вы заметили аварийное дерево, которое представляет серьезную опасность, обращайтесь с службой 112. Это была Азбука ЖПХ. Доступно, а главное, будем учиться быть собственными. Вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова